Власть будет зажимать дальше. Пацаны, будем говорить, в свое время, совершенно неожиданно, даже для них, завладели всем имуществом нашей великолепной Родины. Просто завладели всеми, всеми рычагами контроля и, по сути дела, имуществом. Вы думаете, что Владимир Владимирович Путин думал, что вот так получится? Вы думаете, что в Роттенберге такое было в голове, что вот все теперь? Или там в других Потаниных, Дерипасах и всех? Ведь они точно так же, в начале 90-х, конец 80-х и так дальше, они мечтали двухкомнатную квартиру заполучить. Но если у Жигули шестерку, а семерку это круто было очень. И не было больше мечты. Тогда это действительно достижение было для нашего советского человека, ну если еще дачу, то вообще хорошо, маленькую, 6 соток. Но вдруг попало все в руки. Я не знаю, действительно, даже вера говорит, что испытание дьявол ведет и деньгами, и богатством, большое испытание. Не всяк может это пересилить. Видите, вот эти люди, которых я перечислил, да, какие они душой слабые. Какая в них вера слабая. Ведь они же имитируют свою веру перед Богом, перед Церковью. Не может быть верующий человек жадным, беспощадным, вот значит, мстительным, вот значит, и так дальше. Не может. Добродетель должна быть тогда, если ты верующий, вот. А так нет. Я не вижу, что в России много есть верующих людей искреннего. В России, как все, как сельское хозяйство, как промышленность, как IT всякий, как Сколково, как Роснано, все имитация. И вера в том числе. А вот этот новый храм, который Министерство обороны построило, это что такое, по-вашему? Это успели снова, будем говорить, показать свое лицо. Лицо страшное. Лицо, ну, слова только Кирилла много чего значат. Если в полном здравии, вы слышали, как он говорил, он не читал, в отличие, допустим, от президента, он даже не читал. Он чувствовал, что он сильнее, мощнее всех, Кирилл, патриарх наш. И он совершенно сознательно поздравил нас с великим праздником, началом войны. А что, если это искренне и это так? А что, если это так? То мы видим, что верхняя власть и церковная, и верхняя власть светская, они заодно, они за войну. Они хотят китель и ордена. И им нужно, люди нужны, население, бедные, желательно больное немного, ну, еще лучше глухонемое. Вот это им надо. Это, в общем-то, пушечное мясо, независимо, в каких его ипостасях воспользуют. У меня в деревне побывал глава Лютеранской церкви Америки. Значит, как получилось, ну, у нас немцы же там жили, да, вот, ну, когда-то сосланы были, когда-то все, то есть, ну, и остатки остались, вот, корни. Приехал пастырь был к ним, все, то есть, им нигде места не давали, вот, и все. Ну, ко мне приехала, там, директор Дома культуры, она тоже из старых немцев, я даже и не знал, там, допустим, да. Говорит, Василий Александрович, вот, нет у вас комнатки, мы бы хотели тут просто собираться, у нас будет раз в месяц пастырь приезжать. Я говорю, пожалуйста, вот, все, выбирайте, у меня большой контора. Ну, все, я дал им комнату. Ну, а так как они собирались, сначала 20-30 человек, потом чуть больше, ну, у нас всегда в конторе конфеты, чай, все, то есть, у меня супруга всегда им относила, говорит, все, вот, накрывали мы этот столик. Ну, прошел там месяц-два, я пару раз зашел, мне очень стало интересно. Знаете, это другая церковь, это не православная, это другой Бог, абсолютно, я уверен, вот, я видел там другого Бога, я видел другого Христа, совершенно, чем православный, вот, я же крещеный, считаюсь православной церкви, побой вам меня крестил в детстве, я-то не знаю, но я знаю, что крестили, вот, а я заинтересовался, даже пару раз пришел, я услышал песни, некоторые. За дружбу бескорыстную, даром, даром, Бог дает прощение, даром, даром, Бог дает спасение. Ну, вот такие песни пели. Это песни лютеранской церкви на Ингрид, вот, вот эта вся, Скандинавия, вот, северные. Но это не немецкая. Это не немецкая. Это финская. И все, это и в Америке очень большая группа их, вот, на все. Ну, вот, прошел год, чуть больше, и объезжал глава ветеранской церкви Америки, объезжал паству, ну, как бы, приходы, да, вот эти. И приехали к нам, нам сказали, что будет такой-то, такой-то, все, ну, ради Бога, что, ну, будет, будет. Ну, когда приехали, а он деньги привез, и где давали, что, он всем платил за аренду, там, ну, не платил, а просто дал деньги на то, чтобы заплатили. И вот, ну, там, как бы, меня позвали, значит, все, то есть, как бы, говорят, Василий Константинович, ну, сколько надо денег, вы все-таки очень все довольны, вот, мы на все деньги, вы скажите, сколько там, 2, 3, 5 тысяч долларов, все, мы дадим. На что я тогда искренне сказал, я не то, что там притворялся или что, я просто сказал, что, ну, вы знаете, это нехорошо будет. Вы тысячи километров летаете, ездите, для того, чтобы приятно сделать этим людям, которые здесь живут. Вы тратите какие-то деньги, какое-то, все. Мне очень приятно, что вы именно у меня здесь с ними работаете, я увидел прекрасных людей, прекрасные стремления. Я не смогу вас взять деньги, это нельзя, это никакой, я не верующий человек, все, я просто не могу взять. И вот, что он сказал пастве. Он сказал, что для России, для меня это первый случай, когда отказались от денег. Все брали.